Сама идея Женевы-2, конечно, у всякого нормального человека вызывает положительные эмоции и надежды, что наконец-то эта бортоубийственная кровополитная бойня в Сирии может быть прекращена. В мировое сообщество, ну всякие нормальные люди смотрят на события в Сирии, как это в наше время. 22-миллионный народ понёс такие огромные потери, там свыше 100 тысяч убито, полмиллиона ранено, искалечено, свыше 3 миллионов беженцев. Это потери, сопоставимые с потерями стран, участников Второй мировой войны. Казалось бы, в наше мирное время вот такая бойня продолжается. Теперь, что касается перспектив Женевы-2. Ну я в данном случае пессимист. Последняя встреча в Стамбуле, Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Сирии, показала, что оппозиция не готова. И перенос на 17 января окончательного решения о своём участии, он как раз говорит о том, что нет желания у противников Башараса, даже тех легализованных, которые выступают. Пускай небольшая часть, остальные воюют, и им, в общем-то, до этой Женевы-2 далеко. А вот та часть, которая приехала в Стамбул, и которая находится под большим влиянием монархии Персидского залива, Запада. Ведь не секрет, что эту коалицию формировали в ДОХе, первое заседание. И людей набирали из эмигрантских кругов, удобных для общения с Западом и так далее. Естественно, там всё проплачено, всё организовано. Но даже вот эта коалиция, такая карманная, она посудила в Стамбуле, показала свою несостоятельность. Часть не поехала, часть 45 делегатов покинули по различным причинам, в том числе и по причине несогласия с Женевой-2. Шесть блоков вышли из состава коалиции. То есть на сегодняшний день готовность оппозиции к участию в Женеве-2, но она, если не нулевая, то близка к этому. Мы не видим. Поэтому вот в этом плане, в указанные сроки 22 декабря провести эту конференцию, мне кажется, под большим вопросом. Что касается более поздних сроков самой конференции, опять же, пока идёт эта война в Сирии, пока она спонсируется и подливает масло в огонь монархии Персидского залива, любая Женева-2 обречена на неуспех по результатам. Я считаю, что вот моё личное мнение, что прежде чем садиться за стол к переговору в Женеве, вот этим осколком оппозиции, ну, во-первых, надо провести встречу под эгидой Совета Безопасности ООН всех сторон, всех стран, так или иначе вовлечённых в сирийский конфликт. Прежде всего, там должен быть присутствовать Иран, как сторонник Башара Асада, там должны быть Турция, те же монархии Персидского залива, и должно быть решение Совета Безопасности, резолюция. Вот четыре резолюции принято по ограничению сотрудничества с Ираном, ну, как бы в наказание за его ядерную программу. Но, к сожалению, ни одной резолюции не принято о вмешательстве во внутренние дела в Сирии. И получается, что Катар Савуск-Аравия выделяет миллиардные вложения. Катары Савуск-Аравия и вербуют, и вооружают, и направляют. Это как гидры, эти вот, сколько голов. Вот отсекут там одну голову, другая. Вот эти наемники иностранные, добровольцы, так называемые джихадисты, исламисты, их победить нельзя. Пока вот такая иностранная помощь, пока такое иностранное вмешательство, пока такой фон, победы в этой войне я не вижу. Победить можно так. Вот собрать всех сторон, так или иначе, включая Иорданию, где лагеря этих боевиков, вот, Турцию, где коридоры для проникновения, в том числе и наших, бывших, там, постсоветских граждан. И принять резолюцию. С такого-то числа всякое иностранное вмешательство во внутренние дела Сирии считается преступлением, международным преступлением. Поэтому сейчас, если не прекратить вот эту иностранную военную помощь, не ударить по рукам вот этим странам, которые вложили и вкладывают, и добровольно они эти миллиардные вливания не прекратят, они ждут результата. А результат у них один. Отстранение Башара Асада от власти.